добрый день мои дорогие добрый день мои любимые волосы опять я сейчас делаю видосик о том что моя дочь отсортировала из косметики что мы выкинем тоже идея так так это я показывала вам что мы отсортировали цепь я свою отделала теперь я ее ношу и я ей очень очень рада наконец-то зачем купила тогда носить то надо знать что надо что мы выбрасываем выбрасываем крем от бюбхин крем от бюбхин есть в росман детский крем я его покупала для зимы для от ветра он защищает люблю бюбхин я всегда покупаю такие маленькие но эти маленькие лучше чем вот этот этот очень такой уж очень защитный да он очень сильно защищает прямо можно наверно на задницу ребенку мазать чтобы это сама от влаги защищал но как виндель крем крем для памперсов это не крем для памперсов но он такой понимаете он такой вот такой он ничего не пропускает в общем мне не очень нравится потом мы выбрасываем эльдейна уливензальбе эльдейна уливензальбе это такой крем из оливков очень хороший кстати с оливковым маслом и глицерином он бывает в альде от эльдейна часто и ну как привозят его да и мне он очень нравится но мне кажется не знаю он даже неплохой он мне не раз но я боюсь если она так лежит год да я выбрасываю я не знаю напишите как вы это делаете в общем он не размазывается не расходится он такой хороший у него консистенция нормальная но я уже такие крема побаиваюсь использовать я не знаю почему так потом я выбрасываю крем альтера альтера крем у меня тоже для лица был я уже выбросила это для глаз так себе так себе вот мой этот лучше мой этот мой этот изана от росман я обожаю этот лучше это самый лучший до сих пор ну вот не знаю я его попользовала он уже почти почти пустой но наверное там еще очень много нет он пустой уже я его использовала до дыр да но он мне не очень честно говоря он какой-то я не знаю какой-то суховатый он из орхидеи сделан анти-эйдж аугенкрейп орхидея куцей цели регенерирует но для очень старых людей то есть для меня но он очень не очень вы поняли да так теперь болея это мой тоже любимый крем для глаз он тоже пустой может не пустой давайте ой он еще не пустой он даже не не расходится но мы его выбрасываем я его всегда покупаю если вот этого нет бывает в росмане его нет не знаю как пропадает или чё или все раскупили и мне нужно непременно и я беру вот этот это на втором месте после этого для меня вот но я его выкину потому что я не знаю там урея да пипи парфюма нет вот эти вот складки для троконгайд как сухие складки оно это как убирает для очень сухой кожи да вот пустыня пустыня так это я пустыня так так же мой абсолютно в каком он виде это что за вид это у меня такой крем от боже лучше не показывать он в общем засох его забыли и я думаю где он у меня где он у меня это мой самый любимый крем самый-самый-самый которым я пользовалась очень долго и у меня есть внизу видос о котором я рассказывала в начале еще поначалу векуля помнишь да если ты меня смотришь что это историю этого крема да это очень хороший крем он есть в лидле это просто обалденный крем и когда я в лидле я его беру его долго не было опять появился то есть там была другая рецептура сейчас он мне понравился но я его я же его еще и даже потеряла и вот аминка его нашла он уже весь высох тут уже ничего не сделаешь тут надо его выбрасывать очень хороший крем этот крем боже этот крем из лидла считается гайм рецепт секретный рецепт немецких косметологов это я знала уже до этого потому что я им долго пользовалась вот когда ну где-то из сорока да вот у меня когда подруга сказала что у нее это самое какой у тебя крем она мне старше она сказала она пользуется этим она была у меня старше и мне очень нравилась ее кожа и потом я все купила но через десять лет я потом прочла здесь потому что очень много читаю газетские газеты журналы медиа что вот он гайм рецепт дочек косметолог косметолог ну они же продают то всякие марки понимаете а вот этот самый классный и у меня подруга живет в этом самом ну она живет в берлине а она сама из из ливана и там одна ливанская процесса она но они дружат с этим домом и она заказывает вот этот крем самолетом из германии потому что нету вот так вот она мне сказала я не вея не вея я обожаю не вею но ее уже нет ее выбрасываю вот я люблю такие маленькие баночки вы любите большие я не люблю потому что когда ты большой купишь он вот по сыряну да пальцем уже потом противно мне уже вот этот крем противно трогать а большая банка ну как там туда руками я я же его не использую я же не мажу себя с головы до ног я на тело вообще ничего не мажу на тело не мажу так теперь я выбрасываю вот такой вот красивый ланком ланком да у меня даже есть ланком не только не только ревайлов меда я попробовала ланком он просто обалденный просто 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 вот вообще слов нет надо до дугласа добраться так но он у меня вот испортился вот такими какими-то пузырьками бежит и это уже нельзя он парфюмированный и он пах прекрасно сейчас пахнет кислым кислым он испортился и он даже еще не не использованный потому что у меня столько много мейкапов что я ничего не использую ну вот придется выбросить так все теперь все эти бутылочки баночки все кончились а нет 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 так и выбрасываем гарния гарния скин актив мицелин мицеллино мицеллина а минка им пользовалась я несколько раз попробовала у меня все горит я не люблю она вот даже не смывала аминка ты должна смывать это же нехорошо у меня ж на лице горит ты что его не смываешь она взяла протерла и пошла потом она его стала смывать но видите они им попользовался но тоже ей не зашло потому что я читала что он даже очень плохую болезнь вызывает кожи Вы понимаете, я не буду говорить, что. У нас вот стоят в журналах, в артиках, в статьях, темы о том, что мицеллярная вода такое вызывает. Поэтому я не пользуюсь мицеллярной водой. А Аминка купила вот такой Augenmakeup Inferno, и им пользуется сейчас, от Исаны. Он был очень, он хорошо, там тоже мицеллярная вода, мицелин и провитамин B5, без масла. Она это сейчас использует, потому что он в тесте как-то был получше. Вот, это есть, это Исаны в Росмане, да, это Росмановская собственная марка, Исаны их не собственная. И у них очень хорошее качество. Так, я сейчас быстро-быстро, да, всего много. Так, здесь от Essence, Вимпетуш от Essence была очень хорошая, Volumen Stylist. Я не знаю, есть она еще, наверное, мне кажется, нет. Но у нее вот такая кисточка, такая маленькая-маленькая. Я ее не очень, а Аминка ее даже очень, но уже все. Так, я ее не очень. Тут у нас тени, Trend Up. Очень были хорошие тени, вот такой Trend Up. Но они у меня сразу же на пол упали и бабахнулись. То есть эти я даже не успела использовать, вот. А эти все развалились. Были хорошие тени. Есть сейчас это в ДМ, я не знаю, Trend Up. Я люблю эту марку, Эйшелё. Очень хороший. Этот я прямо весь измазала. Даже не видно от кого, но он тоже уже побился, потому что уже попадал. Это от Essence бронза. Такой очень, видите, я ее все попользовала. Даже у меня есть видосы в начале, где-то весной или зимой, или в прошлом году, где я красилась, в общем, из-за прошлого года. И очень хорошие, внизу даже показано, как можно краситься. Essence обалденные тени. Тут очень много бронзовых тонов. Он просто классный, но там уже и лучше есть сейчас. Не надо. Так, у меня такие же тени от Essence вот такие вот. Вообще не пользовалась. Выкину. Я не знаю. Ну, несколько раз, видимо, кто-то потер себе на глаза. Еще тени от Essence, от кого, не знаю. Янг. Риваль де Ло. Янг. Вот такие тени тоже. Тоже такие золотые, золотые. В общем, такие немножко, немножко золотые. Но тоже кто-то уже протер, но не до дыр. Выкидываем. Потому что долго нельзя. А Минка все мои помады выкинула. Я говорю, ты что, это мои помады? Она говорит, мама, ты что, с ума сошла? Уже больше трех лет. У меня же памяти нет. У нее есть память. Она все помнит. А я же не помню. Я как будто бы вчера. В общем, помады, ну, эти действительно уже. Это помада у нас от Essence. Вот такая розовая. Кто ей пользовался, я не знаю. Вот такая розовая помада. Мне розовая не идет. Это мне такое напоминает, как это. Восьмидесятых тетеньки носили. Так. Я была еще там молодой девушкой, да? Тетенькой-то я не была. Тут у нас, тут у нас, тут у нас Catrice. Catrice помада. Это от Lala Berlin. Была очень хорошая марка Catrice от Lala Berlin. У нее есть сумки и тому подобное. Такая помада была. Тоже Викидываем. Сейчас все помады покажу, да? Вам же делать нечего. Помада от Nuxe. Matte Lipstick. Вот такого цвета. Так вот тоже. Пахнет нормально. Помада Manhattan. Manhattan oder Manichthetten. Все по-немецки. Оранжевая. Тоже вбрясовая. Помада от Lavera. Lavera это есть марка Lavera в этом, в ДМ. И мне кажется, она из Росмане, да? Что-то у меня вот такая вот. Но я не люблю помады от Lavera. Я вообще ничего био-органик. Мне очень не нравятся. Они все сухие. Они все противные. Они просто невыносимые на лице. Что угодно. Что я от Lavera покупаю. Ничего не нравится. Я уже перестала покупать. Ультрамат липстик от Trend. Я обожаю Trend. Я говорю, а Миночка, такая хорошая помада. Ты ее хочешь выкинуть? Она говорит, мама, ей уже больше трех лет. Три года. 490 мак. Такой цвет, да. Такой прямо. Фиолетовый. Вы это носили. Знаете, как носили с такими? Четыре года. Это уже шляпы такие. Черные шляпы. Темная помада. Черная весь такая. Я тоже носила. Дури Майлз. Так. Катрис. Катрис. У нас помада Катрис от Катрис. Вот такая вот. Очень красивая. Обожала. Тоже Катрис. Вот такая Катрисовская помада. Ой, даже я вот такое попробовала. Это Ума Косметикс. Это у нас было в Реале. Я тоже купила, попробовала. Вот такой темный был. Одно время. Тренд. Ну, это такая дешевая марка. Я не знаю, это Реале. Ума. Я больше ничего не покупала. Тени купила помаду. Попробовала, да? Так. Теперь у нас тут есть еще Пикель Брейка. Диадерма. Эта вещь Аминка пользовалась. Вот если у нее там Тейбаум. Как это называется? Чайное дерево. Чайное дерево для... Вот если прыщи, да? Она этим всегда прыщи прижигала. О, пахнет чайным деревом. Очень жестко. Так, масло чайного дерева. Вот. Я этим не пользуюсь. Аминка это всегда любила. Я говорю, возьми йод или одеколон. Я же все по-советски. Она говорит, нет, не хочет. Так, это опять помада от Catrice. Вот такого цвета. Ее даже уже добили почти. Ультимейт Колор 140. Такое яркое, яркое, яркое. Обожаю, обожаю. Так. Тут у нас опять же эссенс. Вот такой вот цвет. Ну, такой тепловатый розовый. Тоже выбрасываем. Опять Catrice. Catrice у нас вот такой вот. Тоже добили. Цвет прекрасный. Весенний, весенний. А прикол. Обожаю носили. Все это носили. Тут опять такой... Ой, я этот Catrice два раза купила. Так мне нравится. Один Аминкин, один мой. Тоже тот же самый Catrice. Два раза. Так, теперь. Это он... Ой, этот тренд обожаю. Такой красивый матовый тренд. АП АДМ Ультрамат. У меня таких уже много. У меня таких, наверное, штук 4 есть или 5. Да, это старое. Так, это Catrice опять же. И цвет... Это такой более светлый, не такой фиолетовый. Не такого оттенка. Синевый меньше. Очень красивый. Тоже Catrice написано на ней. Тоже не добили, но очень приятная помада была. Обалденная, обалденная. А теперь у нас тут L'Oreal. Красная, прекрасная. Вот такая вот. Ну, вы знаете, как она. Вот такая. Я не люблю запахи от L'Oreal. И опять же купила. Сама не знаю почему. Мне не нравится, как она пахнет. Она мне напоминает такие советские помады. Такие терпкие. Сейчас уже вообще не пахнет. Уже отпахло, видимо. Выкидываем так. Nuxe. Ой, обалденный. Обалденный цвет от Nuxe. И вы знаете, мат. Липстик. Nuxe. Но мне не нравится Nuxe. Знаете почему? Потому что я у них... Вот у них всегда написано, что внутри. Там очень много химии. Это всегда чувствуется на губах. И я это не хочу. У Revolution тоже я она покупала. Ничего не пользуюсь. Уа! Там столько химии. Там прочтешь, думаешь, господи. Там без конца. Да, вот вы знаете, вот это все химия. Вот эта опись, да? Это все химия, химия, химия. Там столько, столько, столько всего много. Потом я всегда читаю в интернете или в журналах, в статьях, что, чего, сколько. И поэтому это лучше мне... Эссенс, там меньше химии. Ну, Nuxe вообще сложный. Так, эссенс еще красненький. Такой хорошенький, хорошенький. Это последнее, что мы выбрасываем. Он такой кремовый. Так. А тут что-то без головы. Ну, это это самое. Кавастик, да? От кого? Матхуни от кого-то. Наверное, от эссенс. Нью-Йорк, Франкфурт. Я не знаю. В общем, все. Вот эти все мелочи она выбросила. И сказала, все, выкидывай, а то это самое. Но я ими не пользуюсь, они лежат. Прибралась. И я этому очень рада. А, еще она выбросила вот это вот. А, вот, Биокура, Фус Гейл Лошин. Очень хороший из Альди. Обалденный. Но он какой-то, он хорошего вида. И я говорю, ну что я на ноги-то его, наверное, намажу. Что ж я буду выбрасывать, да? Ноги же не руки. Бедные ноги. И вот, Экфест Зеагут, очень хороший. Фусволь Хирштайк крем. Обалденный. Этот, этот прямо хорошо ухаживает. Тоже в Альди. А этот прямо вот, если бы наработалось, я вот так его любила. И ноги горят, и ты прямо намажешь, и они кюльт, вот, охлаждают. Очень здорово. Есть в Альди. Ну, бывает, приходит, вот как, потом опять уходит, потом опять приходит. То есть это на полках не стоит. Может, сейчас стоит, я не знаю. У меня еще было. Но оно вот так вот приходило, как акцион. Потом она еще выбрасывает вот этот доктор Сузанна. Сузанна Шмидлберг. Бермокосметик. И я это не трогала. Это Энди Энч Крим. Профор Скин. Для вашего лица я даже не открывала. Я не знаю, попробовать, не попробовать. Очень, я это не попробовала. Профор Скин, Анти. Эль Карнозин. Там какой-то Эль Карнозин. Я же не знаю, что. И вот такой крем у меня. Я его не пробовала. Пробаю, да? Тут у меня Биотуллин. Биотуллин. Это прямо звучит как ботокс. Меня это пугает. Я его тоже не пробовала. Он не открыт. Супа Крем Скингель. Не знаю. Я боюсь таких вещей. В общем, вот так вот. Даже не открывала. Не знаю. Выкинуть, попробовать этого, не попробовать. Может, не попробовать. Как вы думаете? Вот этот хотя бы на лице. Экспериментировать со своим лицом боюсь. Но я о них даже не читала. Мне о них надо почитать. Так. Все. Это было. Все экспресс. Все показало. Быстро, быстро, быстро. Да. Да. Теперь. Что еще? Я на этом все закрываю. Свою лавочку. Я вам все показала. Ничего больше показать. Все, что мы выкидываем. А, она мои лаки еще. Она мои лаки все подбирала. И вот у меня теперь есть такие лаки. Но их я не выбрасываю. Это у меня актуальные лаки. У меня была вот такая ваша белая коробка с лаками. И эти все лаки стояли. И это пахло лаком. Вот прямо, знаете, в этом углу. И они уже все просроченные были. Мы все выкинули. По-моему, я тоже весной в видео показывала. Рассказывала. Я так там рассказывала об этом. И вот у нас теперь постепенно вот такая вот компания собралась. Лак из Дугласа. Лак Ревай Лофме. Цененый такой белый. У нас такой зелененький. Тренд арт. Тут такой это самое от Эссенс. С блестками. Вот этот тоже купила весенний красивый. Степт от Ревай Лофме. Сейчас на весну буду использовать. Тут у меня коричневый кофейный от Дуглас. Тут Эссенс Sheen Last Go. В общем, такой блестящий. Тут тоже Эссенс. Такой Sheen блестящий. Тут у меня Ревлон. Я им даже не пользовалась. Тоже купила. Здесь тоже. Этот Блинк 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 Блинк. Ревай Лофме. Такой. Тут Майбелин. Такой же Блинк Блинк. Тут еще один Майбелин. Блинк Блинк. И тут вся эта вот, все эти маленькие от Катрис. Как-то раньше тоже показывала. Такие маленькие от Катрис разные такие. Это из карусели серия такая. Серия карусели. Сейчас начну опять ногти красить. У меня начинается эпоха крашения ногтей. Это нам очень поднимает настроение. У нас от этого просто нас прет, если мы ногти покрасим. Это я говорю про себя. Вы, наверное, красите свои ногти все время, а я ж не крашу. Значит, на этом добром слове я все заканчиваю. Давайте что-нибудь чистенькое, прекрасненькое почитаем. О, арабская пословица. Терпение – это ключ к радости. Давайте что. Мне нужно терпение. А то я так быстро проскакала, как лошадь популя. С этим видосом. Всех люблю, всех целую, девочки. Радуйтесь, живите, чтобы у вас все было прекрасно. Будьте красивыми. Будет сухой.